Добро пожаловать снова на мой канал и в этом выпуске Аня Лорак, Константин Меладзе и их драма-предолжение. Все уже наслышаны об этой истории, уже несколько видео я посвятил данному, так скажем, скандалу. Ну и, конечно, я понимал, что это не конец, и кто-то обязательно еще вылезет, так скажем, со своей защитой в адрес Константина Меладзе. Мне вообще нравится, что все его защищают, оправдывают. Все прекрасно, конечно, замечательно, а почему-то вот в адрес Аня Лорак, кроме Ольги Поляковой, никто до сих пор так и не вступил со мной, в общем. Вот я сидел и думал, а кто же следующий может встать на защиту нашего маэстро? Вот кого угодно я мог себе представить из Экс-Виагры, из шоу-бизнеса именно там, где поют. Но никак я себе не представлял, что на защиту Меладзе встанет кто? Анастасия Волочкова. Вот она недавно дала комментарий к каналу одному, 360 называется, которым я почитал, что она там говорит, и я немного удивлен. В общем, коротко об ее, так скажем, комментарии к каналу. Обвинения в домогательствах, которые выдвинула певица Аня Лорак в адрес продюсера Константина Меладзе, беспочвенно, уверена балерина Анастасия Волочкова. Об этом она рассказала телеканалу 360. По ее мнению, Меладзе мог сделать певице предложение личного характера, все-таки она допускает, что он мог такое сделать, но никогда бы не поставил ультиматум и не использовал бы свое положение. Также Анастасия назвала странную ситуацию, в которой Лорак вдруг вспомнила об этом инциденте спустя только 14 лет. И вот ее цитата. «Я знаю Константина как выдающего и гениального продюсера-музыканта, как добропорядочного человека, очень интеллигентного, красивого и мужественного, ценителя женщин, конечно же, и в общем удивительного человека. Он не мог поставить это как ультиматум касаемо творческого вопроса. Записи песни или чего-то еще. Это абсолютно невозможная ситуация». Видите, Анастасия Волочкова почему-то вдруг решила, так скажем, прячься за Константина Меладзе и утверждать на 100%, что он не мог ей ставить таких ультиматумов. И такая ситуация была просто невозможна. Вот мне всегда удивляло, насколько люди наивны и глупы, когда они пытаются быть уверенным и ручаться за какого-то человека, даже самого близкого. Вы никогда не можете знать наверняка, что в голове у каждого человека происходит, чем он живет, какие у него мысли, чем он занимается при закрытых дверях. Вот почему люди начинают на себе рвать тельняшку и кричать, да я знаю, я уверен в этом человеке на 100%, он бы никогда так не сделал. А потом вдруг такая история получается, мы думали, гадали, что наш сосед добропорядочный и прекрасный семьянин, а потом оказывается насильник или еще что-то. Ну так, случайно, как это происходит, вот эти вот ситуации, это я сейчас просто привожу как пример. Никогда нельзя ручаться и быть уверенным на 100% в человеке, потому что вы не знаете, чем и кто дышит, и чем и кто промышляет. У каждого из нас есть свои темные стороны, пороки и какие-то вещи, которые мы не хотим, чтобы знали все. Поэтому мне странно, что Анастасия Волочкова здесь прям так утверждает на 100%, как будто я не знаю, она что, детектор лжи или что, кем она себя возомнила, Баба Вангой? Ну уж кому-кому, ну точно не Анастасии Волочковой вообще с ее сомнительной репутацией, что-то рассказывать кому-то и про кого-то. Вот она прицепилась, почему вдруг Аня Лорак об этом вспомнила только спустя 14 лет. И многие пишут этот вопрос, а почему она молчит? Ну когда пришло время, наверное, об этом тогда и сказала, когда посчитала нужным. Это вообще сейчас не имеет никакого значения. Какая разница, когда она это сказала? Сейчас, вчера, через год. Вы думаете, была бы какая-то другая ситуация, думаю, если бы 14 лет назад она об этом бы сказала, и было бы еще хуже. На то время, когда не было ни Ютуба, ни всех вот этих цифровых возможностей, откуда можно, так скажем, вещать, свободно выражать свою мысль. Я думаю, тогда, в то время, когда были только телевидение и издания, которые сотрудничали с этими всеми именитыми талантливыми людьми, все это быстренько бы прикрыли, никто бы нигде не говорил об этом и не писал. А Аня Лорак, так сказать, списали бы в тираж, и никто бы и не заметил, куда она делась. Вот и все. Поэтому, наверное, и не говорила. Да и вообще, по сути, она ничего такого и не сказала. Я опять же хочу повториться. Она просто сказала, ей поступило предложение, которое ей не подошло. Все. А дальше уже начали сами вот эти вот защитнички вылазить и опять месить это, извините, говно изо дня в день. Вот это мешают и мешают. То одна, то другая, то третья. Волочкова, ты-то куда вообще прешься? Давайте вспомним, а кто такая Анастасия Волочкова. Начну с самого главного. Балерина. Бывшая прима Большого театра. Талантливая. В прекрасной физической форме находится. Ее шпагаты, наверное, знают все. Даже кто не хотел этого знать, но они знают, что Анастасия Волочкова и шпагат, это вот вместе, идущие по жизни. Ну а теперь переходим к другому моменту. Анастасия Волочкова, это у нас вообще человек, который когда-то был балериной. Да, сейчас она тоже дает какие-то выступления, но для меня лично сейчас она превратилась больше в такого фрика, который пытается за счет каких-то вот таких странных ситуаций напоминать периодически о себе, чтобы, так сказать, люди не забывали, охваты не падали, соответственно, денежка шла. Анастасия Волочкова, у нее такой томный голос, она всегда так глазками хлопает, ресничками. Вот это вот хлопает, взлетает, и такая вся невинность. Я такая милая, добрая женщина. Вот такой образ она себе строит, белого леблядя, русского шоу-бизнеса. Но на самом деле мы-то понимаем, что Настя, ну не без греха тоже. Я же говорю, никто не без греха, и Настя уж точно. И все мы знаем все эти ее истории, скандалы, в которых она была. То с водителем со своим, там сколько лет шла эта история. Был какой-то у нее водитель, с которым она и спала, и, в общем, с этими деньгами они там разбирались. Он много чего интересного рассказал. То какой-то был у нее любовник, который вывалил фотографии интимного характера, где она там во всей своей красе, прогибом, как она рассказывала, стоит. И это все обсуждали на федеральных каналах. То у нее там терки с Собчак, то с каким-то бывшим мужем, то с олигархами, то с большим театром. В общем, Настя, это ходячий вот такой скандал, женщина-фрик и скандал. У нее постоянно происходят какие-то непонятные истории в жизни. Но мы понимаем, что это не случайности, потому что Анастасия сама это все создает для того, чтобы привлекать к себе внимание и оставаться в рейтинге. Чтобы они не забывали. Все мы это понимаем. Так как в Большом театре мы не работаем, и мы не можем хвалиться тем, что мы прима до сих пор в Большом театре или худрук, кем там дальше становятся. Все, что остается, это какие-то скандалы, из которых Анастасия не вылазит. И вот когда в одной из таких передач «Звезды сошлись», где сидели все и обсуждали Настин прогиб на федеральном канале, мне понравился комментарий Сергея Соседа. Вот послушайте. Насте Волочковой я никогда не верил. Когда женщину бросает один муж, обворовывает другой мужчина, третий не те фотографии выставляет, пятый бьет по лицу. Извините, виновата уже не мужчина, третий, пятый, десятый. А виновата это самое лицо. Но Насте это нравится, потому что это пиар великолепный. Вот я с ним согласен, понимаете. Вот сказал все четко, ясно и по делу. Насте, то-то не так, все ее обижают. Она постоянно бедная и несчастная. Но я-то понимаю, что это такой образ, который она несет и отыгрывает. И она все правильно делает. Не такая она глупая, как многим может показаться. Она знает, зачем она это делает. Ну и хочется еще вспомнить интервью, которое давал не так давно Николай Цискоридзе на канале Василия Конова, где тот ему задал вопрос насчет Большого театра и как туда попадают. И Николай Цискоридзе ответил. Вот, собственно, можете посмотреть. Вообще, частая практика, когда требуют или предлагают за роли... Постоянная. Но сегодняшний Большой театр, Мету, это просто... Ни один человек не выходит на сцену без этого. И мальчики тоже? И мальчики тоже. Поэтому, Настя, после того, как уже из соседов высказался, и твой друг Николай Цискоридзе рассказал о том, как попадают на сцену в Большом театре, не тебе судить, а не лорок. Я вообще не понимаю, зачем она влезла сюда. Ну, точнее, я понимаю. Хайповая история, и она решила тоже примазаться к ней. По-другому я понять это не могу. Ну, вот еще можете посмотреть таких интересных видео из жизни Анастасии Волочковой, как она мило проводит время с Никитой Джигурдой. Доченька, что тебе привезти из заморских стран? Из заморских стран, батюшка, привези мне, пожалуйста, чудища для сексуальных утех. Чудоченька, подожди, подожди, подожди. Что ты такое говоришь? Какое чудище для сексуальных утех? Ну, тогда привези мне цветочек аленький. То есть длинным путем пойдем? Очень длинным пойдем. А у тебя длинные вообще или нет? Длинным путем пойдем, привезем чудище для сексуальных утех, но через аленький цветочек наших сердец. Вот это сердце в груди богини Волочковой, грудь я щупаю, мне позволено, как батюшки, настоящее, не верьте ни собчатники, ни кандылаки, грудь настоящая, соски настоящие, хрома мы настоящие. Я думаю, после таких видео, которые вы посмотрели, о чем сказал Николай Цискоридзе, как ее охарактеризовал Сергей Соседов и в каком состоянии она постоянно на видео бухущая со своим другом Джигурдой, что она там несет? Женщина с сомнительной репутацией. Да, она талантливая, конечно, как и Константин Меладзе, но мы же с вами отделяем, да? Талант от пороков. У Насти есть другая сторона, она вот такая вот женщина. Просто, видимо, для нее, я так понял, подобные предложения, это в порядке вещей, в этом нет ничего страшного, потому что, видимо, таким способом она и выстраивала свою карьеру, по-другому я не могу это все объяснить, ибо зачем так впрягаться за человека и такие странные комментарии давать? Оправдывая Константина Меладзе такими фактами, что он как ценитель женщин, ну здесь нет ничего страшного, но он же не ставил это как ультиматум, ну подождите, Аня Лорак в этом интервью сказала, что после того, как она сказала, что мне это не подходит, не просто прекратилось сотрудничество, а палки в колеса вставлялись, вот так вот. Он просто оборвал все трубки телефона и всем своим знакомым запретил со мной общаться, потому что я не приняла его условия работы. Честно, от кого угодно ожидал я защиты, но никак не ждал это от Анастасии Волочковой, от самой именитой балерины, и не благодаря своему таланту уже на сегодняшний день, а всем скандалам, которые вокруг этой особы вертятся. И я не собираюсь шеймить Анастасию ни в коем случае. Это ее личное дело, как она проживает свою жизнь. Сколько она еще шпагатов вывалит на все общие обозрения, с кем она там спит, сколько мужиков она поменяет, мне вообще никакого до этого дела. Но просто когда ты смотришь на Ани Лорак, и смотришь на Анастасию Волочковой, ну это даже вот, знаете, нельзя даже сравнивать. Это я сейчас не про талант, это я сравниваю такой образ жизни и какой-то автопортрет и репутацию. У Ани Лорак нет такой репутации, какой-то, знаете, вечно пьяной женщины в хмели, с какими-то мужиками, водителями, еще где-то она была замечена, которая не вылазит из всех топ-шоу, постоянные какие-то истории, скандалы, разборки, вся эта страна перетирает и обсуждает. Ну а ей это нравится, потому что она в этом всем купается. Я же говорю, любой скандал, даже самый черный и грязный, он придает охват и популярность, а, соответственно, вместе с этим приносит и доход. Поэтому, так как Анастасия Волос любит путешествовать на Мальдивы, а на сегодняшний день у нее якобы там какой-то есть мужчина, не очень состоятельный, я так понимаю, ей приходится это все оплачивать, поэтому, конечно, она будет и дальше влазить во все эти грязные истории для того, чтобы оставаться в топе. Вот так вот. Ну, в любом случае, кому-кому, ну точно не Волочковой осуждать Ане Лорак и давать какие-то комментарии в адрес этой прекрасной женщины. Я понимаю, что Ане Лорак тоже не без греха, не подумайте, что я тут из нее строю ангела. Нет, наверняка у нее там хватает своих тоже темных каких-то делишек. У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу. Каждому из нас за что-то стыдно, за какие-то поступки, которые мы когда-либо делали. Но не суть, есть понятие репутации. И вот репутация Ане Лорак, она чиста. А репутация Анастасии Волочковой при всех ее регалиях и талантах, ну уж простите, мне нет никакого дела до того, с кем она спит, сколько у нее мужиков и что она там пьет, нюхает и так далее. Мне все равно. Это ее личное дело. Но просто когда вот такой человек встает и начинает что-то рассказывать про Ане Лорак, что она это все придумала и такого вообще не может быть. Вот это меня просто удивляет. Но больше всего меня всегда удивляет, когда люди начинают с такой ярой уверенностью заявлять от имени другого человека, что такого быть не может. Я уверена в этом на 100%. Никто не может в этом быть уверен никогда. Никогда. Вот так вот. Не знаю, кто еще следующий вылезет. Что вы думаете по этому поводу? Как вам вот такая вот защитница? Мне вообще кажется, что вот эти вот все защитники, которые повылазили в последнее время и пытаются как-то обелить Константина Меладзе, ну, во-первых, они не делают ему честь и делают только хуже, потому что, ну, такие, знаете, люди с сомнительной репутацией пытаются как-то обелить этого человека. Таркушина Швили, Анастасия Волочкова, кто еще? Джигурда следующий вылезет, я не знаю. И мне кажется, вот именно благодаря таким защитникам эта ситуация еще только усугубляется и только хуже делается самому же Маэстро, понимаете? Вот так вот. И самый главный вопрос. А защита ли это? Или просто люди пытаются напомнить о себе и как-то примазаться к этой истории в виде хайпа и пиара? Бесплатного, скажем так, потому что мы же сами понимаем, да, история сейчас на слуху. Мне кажется, на сегодняшний день это одна из самых главных тем в шоу-бизнесе, о которой следят все. И каждый пытается ухватить свой кусок пирога, чтобы насытиться, получить хайп и пиар. Ну, вот так вот я думаю. Я больше склоняюсь к тому, что все-таки эти люди пытаются больше к себе привлечь внимание и напомнить о себе. И только. На самом деле им плевать и на Константина Меладзе, и на всю эту историю. Но уж кому-кому, не точно не Анастасия Волочкова и осуждать кого-либо, а уж тем более Ани Лорак. Потому что репутация одной и другой, но тут даже сравнивать нельзя. Не знаю, согласны вы со мной или нет. Это я сейчас не к тому, чтобы шеймить как-то Настю. Ни в коем случае, нет. Я же говорю, люди разные и живут по-разному. Образ жизни Анастасии кому-то вполне подходит и нормальным. Для меня он странноватый, непонятный, но имеет право быть. Поэтому пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну, а мы будем ждать следующих защитников Константина Меладзе. Кто следующий? Может быть, Джигурда таки наконец-то тоже прокомментируют эту ситуацию. Ну и как вы думаете вообще, кто-то еще станет на защиту Ани Лорак? Или все же так и будет продолжаться? Будут защищать только с одной стороны. А Ани Лорак, получается, осталась наедине сама с собой. Ну, не считая Ольги Поляковой, которая единственная, кто ее поддержал. Но Ольга Полякова это украинский шоу-бизнес, а Ани Лорак у нас все-таки в России. И вот там вот хотелось бы, чтобы кто-то ее поддержал. Но пока что никого там не нашлось. Видимо, все такие смелые в кавычках только на словах. А когда хоть доходит до дела, то как страусы прячут свою голову глубоко и далеко от всех. В общем, будем наблюдать дальше за этой историей. Уверен, это не конец и будет что-то еще. Не забудьте поставить лайк этому видео, прокомментировать. Всем хорошего настроения дня. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok